Близится к завершению строительной работы в физкультурно-оздоровительном комплексе на Дальнем Воронке. С посещения спортивного объекта началось выездное совещание руководителя районной администрации. Фок с универсальным залом и залом для единоборств готов на 98%. Далее в поселок Краснознаменский. Здесь, в доме номер 20, живет несколько семей, несмотря на ужасающие условия. Жители обратились к Алексею Валову с просьбой о ремонте или о расселении. Здание находится в виде неместного предприятия ЗАО «Мальцева ТЭКС». Поэтому в региональную программу по капремонту включить его нельзя. Однако выход есть. Экспертизу проведу, сформирую документы и в суд заставить предприятие отремонтировать этот дом. Или расселить. В любом случае заставим. Из этих скотских условий, конечно же, людей выведем. На контроле и возведение детских садов в Щелковском районе. Сейчас идет строительство четырех дошкольных учреждений. Один садик возводят в Щелкове в Первом Советском переулке, два в Медвежьоозерском поселении и еще один в микрорайоне Анищково. Строительство находится на разных этапах. Где-то заканчивают закрывать тепловой контур, а где-то еще ведутся монолитные работы. Темп удовлетворительный. В любом случае заставим побыстрее работать. Подгоняли, ну и подгоняем сейчас, понимая, что эти объекты крайне необходимы для наших мамочек и деточек. Особое внимание уделяется и объектам образования, которые сейчас находятся в ремонте. В частности, работы ведутся в детском саду номер 57 на улице Зубеева в городе Щелково, а также в Монинской школе номер один. Алексей Валов положительно оценил деятельность строителей. Особенно он отметил работу бригады в Монине, где рабочие не только провели запланированные работы, но и дополнительно отремонтировали для ребят актовый зал школы, который не входил в изначальную смету.